Кандидат филологических наук, общественный деятель Елена Гоголева отмечает свой юбилей. Елена Михайловна – почетный работник высшего профессионального образования. Она награждена за заслуги перед Магаданом. Елена Михайловна рассказала, с каким настроением встречает свой день рождения. Если честно ответить на этот вопрос, то с очень сложным настроением. Потому что сегодня у меня день рождения, а завтра мы прощаемся с замечательным мальчиком Ваней Борицким, который погиб от удара током. Если вернуться только в светлое, то я не ожидала, что встречусь в 75 лет. Мне казалось, что люди так долго не живут. Но, очевидно, аппетит приходит во время еды, как говорили раньше, во время проживания. Но я рада, потому что очень много хороших людей уже откликнулось, начали писать с ночи и сказали много хороших слов. Елена Михайловна родилась на Колыме. Ее родители преподавали в первой школе Магадана. Елена Михайловна посвятила свою жизнь Северу. Она много лет преподавала в английской гимназии и СВГУ. Мэр Магадана Юрий Гришан лично поздравил именинницу. «Обожаю всю вашу семью. Я благодарю вас за все, что вы делаете для города Магадан. Но, тем не менее, букет – это от всего города». Вечерний Магадан присоединяется к поздравлениям и желает Елене Михайловне крепкого здоровья и долгих лет жизни. Школа бокса готова принять в свои стены воспитанников возрастом от 10 лет. В тренажерном зале поменяли стеклопакеты, обновили полы, закупили новый спортинвентарь благодаря национальной программе. Также сотрудники подготовили документы на ремонт фасада здания, раздевалок, душевых кабин. Со спортсменами занимаются 8 тренеров. В этом году учреждение примет одну группу начальной подготовки. «В этом году у нас только будет одна группа набора начальной подготовки группы «Молодой тренер». У нас второй год работает, набирает детей. 15 человек. У него будет минимум. Так вообще планируется 16 групп. Там и начальной подготовки разные, год тренировочного. Тренировочные группы и также группа спортивного мастерства. 116 человек. Сотрудники Ягоднинского следственного отдела возбудили уголовное дело в отношении 62-летнего мужчины. Его обвиняют в убийстве. По версии следствия, вечером 22 июля этого года между обвиняемым и его знакомым произошел конфликт. Находились они в тот момент в 270 километрах от поселка Семчан, вблизи устья реки Сугой и Колымы. В ходе ссоры обвиняемый нанес потерпевшему не менее двух ударов по голове и в шею, а затем задушил его. После этого, с целью сокрытия следов преступления, обвиняемый вывез тело 55-летнего погибшего на моторной лодке и утопил в реке Колыма. К данному моменту мужчине предъявлено обвинение. По ходатайству следствия, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на сбор доказательной базы и установление всех обстоятельств преступления. Губернатор Магаданской области Сергей Носов поручил увеличить частоты авиарейсов на маршрутах Магадан-Устемчук-Магадан и Магадан-Ягодная-Магадан. Авиарейсы начнут выполняться два раза в неделю. С 25 августа по 30 сентября. По маршруту Магадан-Устемчук-Магадан по средам и пятницам, а Магадан-Ягодная-Магадан по понедельникам и четвергам. Стоимость авиабилета в одном направлении составляет до Устемчука 1 тысяча рублей, до Ягодного 2 тысячи рублей. Авиабилеты можно приобрести во всех авиакассах Магадана, а также на сайте авиакомпании Сила. Перевозки субсидируются из областного бюджета. Правительство региона оплачивает работу авиакомпании в соответствии с количеством выполненных рейсов. Цену билета определяет региональный департамент цен и тарифов. Полеты до поселков Ягодная и Устемчук из-за Магадана и обратно выполняют на самолете ТВС-2МС. Воздушное судно вмещает 8 пассажиров и полторы тонны полезного груза. Самолет обладает хорошими летными характеристиками и оснащен современным мощным двигателем. Для жителей поселков Устемчук и Ягодная воздушные перелеты несут особенную пользу, так как раньше в эти населенные пункты приходилось добираться на маршрутном такси и тратить около 4 и более часов. В Магадане состоялся второй этап конкурса «Северное соцветие 2021». В состязании соревнуются любители цветников, клумб, газонов. В этом году поступило более 20 заявок на участие. Среди них 5 физических лиц, остальные – организации. Это детские сады, школы и другие учреждения. Цель конкурса – приобщить жителей областного центра к озеленению города. С каждым годом магаданцы все больше тренируют свои навыки ландшафтного дизайна. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором определили победителей. Прошло заседание конкурсной комиссии, на котором были определены победители в 5 номинациях. Определены также победители гран-при и в жюри в этом году присудило специальные призы. Конкурс направлен на экологическое развитие граждан, а также на привлечение граждан к благоустройству города. Благодаря этому конкурсу преображаются дворы нашего города, преображаются дошкольные образовательные учреждения. Стоит отметить, что в этом году большое количество новых участников, чему мы несказанно рады и хотим пригласить всех желающих жителей города Магадана, которые благоустраивают свои многоквартирные живые дома, цветники, а также учреждения различных организационно-правовых форум для участия в следующем году. Награждение победителей состоится в четвертом квартале 2021 года в торжественной обстановке. Телефонное мошенничество на Колыме набирает новые обороты. Следователи рассказывают, что в последнее время магаданцам звонят и требуют предоставить информацию о данных банковских карт. Злоумышленники представляются работниками органов. Мошенники используют специальную программу, из-за которой звонок определяется как вызов со стационарного телефона. Следственное управление официально заявляет. Такие звонки и просьбы действия мошенников. Чтобы не стать жертвами злоумышленников, нужно убедиться, что к вам обращаются должностные лица. Если остались сомнения, можно перезвонить в следственное управление по телефону 8-41-32-608-640. Нельзя совершать ответный вызов на определившийся у вас номер. Разыскивается Соловьянова Мария Вахитовна. 2-4-96 года рождения. 14 августа 2021 года ушла из дома в Магадане. И до настоящего времени ее местонахождение неизвестно. Приметы. Рост 170-175 сантиметров. Среднего телосложения. Волосы светлорусые. На левом плече татуировка в виде китайского иероглифа. Была одета светлая кофта, темно-синие джинсы, белые кроссовки. Граждан, располагающих сведениями о пропавшей, полиция просит сообщить по телефону 102-8-41-32-62-46-25. Смотри, это вирусы. Они очень маленькие, их просто так не увидишь. Но они вокруг тебя и могут напасть. Теперь среди них появился новый, особенно вредный коронавирус. Он живет в носу и в горле человека и вот так по воздуху захватывает других людей. Как пират. Держись подальше от тех, кто чихает и кашляет. Не бери руки в рот, не трогай лицо и все будет хорошо.